Кевин Рэндлман родился в Сандаске, штат Огайо. Родился в бедной семье и был одним из 11 детей. Часто ввязывался в уличные драки. Он начал заниматься вольной борьбой во время учёбы в университете Огайо. Он дважды выиграл соревнования Национальной Ассоциации Студенческого Спорта по Борьбе. Рэндлман начал заниматься смешанными единоборствами в 96-м году, когда Марк Коллман, один из тренеров Рэндлмана в штате Огайо, предложил ему место в Universal Valetudo Fighting 4 в Бразилии. Рэндлман принял предложение и присоединился к команде Коллмана, которое называлось Дом Молота. Натренированный Коллманом, Рэндлман дебютировал 22 октября 96-го года против Луиса Карлоса Массиэля, остановив его ударами через 5 минут. Чуть позже он встретился с канадским бойцом Гезой Калманом, который перевесил его на 40 фунтов, и таким образом победил его всего лишь чуть-чуть попозже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рэндлман вышел в финал, где встретился со стажером Дэна Северна, Даном Бобишем. Эти двое обменивались тяжелыми ударами. Рэндлман провел тейкдаун и сел на него, откуда он нанес несколько ударов для победы в турнире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В марте 97-го года Рэндлман вернулся в клетку. На Universal Valley 2D6, где в первом бою его ждал трудный противник, Эбенезер Фонтез Брага. После 20-ти минутного боя одиногласное решение было принято в пользу Рэндлмана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующим соперником Кевина был Брага. Бразильский игрок в джиу-джитсу Марио Сукката Нетто. Бой был короче, чем предыдущий, но ситуация повторилась, где Кевин одержал победу уже техническим нокаутом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После этого боя Рэндлман вышел в финал, чтобы встретиться с учеником Карлсона Грейси, Карлсом Карлао Барретто, еще одним известным бойцом джиу-джитсу. Кевин проиграл довольно спорным сабмишином. Данное решение было оспорено Колманом, но результат остался прежним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, мы в эфире MMA Inside the Cage в программе Fight Summit, и с нами один из величайших бойцов в истории смешанных единоборств, Кевин Монстер Рэндлман. Как дела, Кевин? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично, отлично, все в порядке. Мы говорили ранее о том, как ты пришел в этот спорт, что тогда происходило в твоей жизни. Ты можешь снова вспомнить это для зрителей, открыть им, кто такой Кевин Рэндлман, откуда он прибыл, и все в этом духе? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как и у многих людей, я был одним из 11 детей. У нас была большая семья, и мы были отнюдь не с богачей. Честно сказать, мы были скорее бедняками. У нас не было много денег, и моим единственным способом вырваться был колледж. Я постоянно дрался на улицах, знаешь, еще когда был ребенком. Пришлось через многое пройти, да и вообще, когда у тебя нет денег, тебе приходится драться, у тебя нет большого выбора. Когда я отправился в университет штата Огайо, я встретил Марка Коумана. Знаешь, я ненавижу хулиганов. Мне насрать, кто ты такой, откуда ты, я против этого бычья на 100%. Если я вижу, что кто-то быкует только потому, что считает себя лучше, я пру на него. Таков уж я. Я не беспокоюсь о себе, я заступаюсь за тех, кто рядом со мной. Так что очень много раз я встревал во многочисленные махачи. Кто-то неуважительно относится к леди рядом со мной, я дерусь с ним. Так что мой кореш Марк Коуман постоянно видел, как я дерусь на улице, в барах. Я отнюдь не амбал, знаешь. Ааа, я не могу поверить, что я говорю о своем росте прямо сейчас. Так что я не здоровяк в колледже, я боролся в весе 77 кг, а потом мне даже приходилось драться с парнями тяжелее 120 кг. Так что Марк Коуман видел, каким неумолимым и агрессивным я могу быть в боях. И когда он стал чемпионом в UFC, все его спрашивали, а у тебя есть вообще с кем тренить? А он отвечал, да, Кевин Рэндалман. Тогда у меня уже был сын, я хотел быть чаще дома, растить его, проводить с ним время. Тогда я работал в борцовском зале, что-то Огайо. И тогда Коуман звонит мне и говорит, эй, ты хочешь драться? А я ему, да нет, мужик, я хочу быть со своим сыном, сидеть дома, смотреть рестлинг. И он говорит, 30 тысяч баксов, если ты победишь. И я такой, ну и кого мне нужно убить? Мне нужно было выиграть три боя за одну ночь. И я спросил, что мне нужно делать? Вот тебе билет, езжай в аэропорт Кливненда, а ты терешься уже через месяц. Я полетел в Аризону, тренировался с Колманом и Марком Кером. Потом отправился в Бразилию, дрался в реальные драки, даже без перчаток. Это было по-настоящему. Там не было правил, тогда не было правил, когда я начинал, особенно в Бразилии. Там было просто рубивого. Я помню, что у меня были тонкие перчатки, и я посмотрел в противоположный угол клетки и увидел, что у моего противника даже таких не было. Я хотел как в фильме Рокки надеть перчатки, выйти против него, зарубиться. Это была кровавая баня. Знаешь, каждый бой в Бразилии был очень болезненным и травматичным для моего лица. Пребывание Рэндалмана в Бразилии было на Бразилл Open 97 в июне 97-го. Он победил Густава Хом де Нево менее чем за 2 минуты. Но затем он столкнулся с другим американским борцом, членом команды R.A.W.A. Томом Эриксоном. И впервые в карьере Кевин Рэндалман проиграл нокаутом. Рэндалман утверждал, что подружился с Эриксоном перед матчем, и ему было трудно с ним бороться. В марте 99-го происходит дебют Кевина Рэндалмана в UFC. На UFC 19 единогласным решением судей он одерживает победу над Маурисио Смитом. Кевин Рэндалман! Продолжение следует... Маурисио Смитт. 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 UFC, Heavyweight, чемпион мира, Босс! 19 ноября 1999 года он становится чемпионом UFC в супертяжелом весе, выиграв у Пита Уильямса на UFC 23. Затем он успешно защитил пояс против Педро Пизо на UFC 26, также единогласным решением. 17 ноября 2000 года на UFC 28 он теряет свой пояс. Бой двух мощнейших борцов. Оба бойца в интервью заявляли, что именно их стиль борьбы считается лучшим в мире. Кевин говорил про вольную борьбу, а Рэнди про греко-римскую. Бой стартовал. Кевин в своей манере мощнейшими ударами налетел на Кутюра и молниеносным проходом в ноги перевел бой в партер. Кевин частую забрал первый раунд, доминируя в партере. Второй раунд прошел примерно в той же манере. Мощные удары Кевина. Кутюр слегка поплыл и снова вперед в партер от Кевина. В третьем раунде уже Рэнди стал агрессором. Перейдя в свой фирменный клинч, он начал наносить удары коленом и потом красивым зацепом бросил Кевина. Зажав у сетки Кевина, Рэнди стал наносить град ударов. И после затянувшейся атаки рефери остановил бой. Остановка была по делу. Кевин уже был никакой. После потери титула Кевин решает перейти в полутяжелый вес. Чувствую, что это его естественная категория. И в мае 2001-го на UFC 31 он проигрывает нокаутом Чакуле Делло. Меня зовут Кевин Кристофер Рэндлман по прозвищу Молота. Я из дома Молоток Коламбас Огайо. Моя самая большая сила – это мой менталитет. Темная овечка, но с серьезным опытом. Рэндлман падает под градом ударов. В январе 2002-го он проводит свой последний поединок в UFC. На UFC 35 он выигрывает единогласным решением Рената Собрала. В сентябре 2002-го он дебютирует в Прайд. На Прайд 22. Его противником стал Мичиоши Ахара. Рэндлман надержал легкую победу, поскольку Ахара, похоже, вообще не собирался драться с самого начала. И даже несколько раз пытался бежать и хватался за веревки, пытаясь избежать урона. В январе 2002-го он одерживает победу над Кеничей Ямамо. Техническим нокаутом с помощью яростных ударов колена. И затем побеждает Мурило Ниндзя Руа. Техническим нокаутом путем подрезания Руа встречным левым крюком. Эта победная серия в конечном итоге поставила его на место претендента на чемпионат Прайд в полусреднем весе. Где на тот момент чемпионом был Вандерлей Сильва. На Прайд 25 должно было решиться, кто станет оппонентом для Сильвы. И Рэндлман встретился с американцем Куинтоном Рэмпэйджем Джексоном. В первом же раунде Рэндлман потерпел свое первое поражение в Прайд. В своем первом матче в 2013 году Рэндлман встречается с Казуши Сакурабой. Казуши выиграл у Рэндлмана с помощью армбара. Всего за три месяца до боя Сакурабой Рэндлман попал в серьезную автомобильную аварию. Он врезался в грузовик и был почти обезглавлен, но вышел с ужасной раной на голове, которая потребовала 180 швов. Тем не менее он прошел тест ЭКГ и несколько физических анализов у врачей, которые определили, что с медицинской точки зрения он может продолжать драться. Позже Рэндлман стал одним из 16 участников турнира Прайд 2004, чемпионат в супертяжелом весе, вместе с товарищем по команде Марком Колманом. И вот в апреле 2004 он встречается с Мирко Крокопом Филипповичем, где побеждает нокаутом. В июне 2004 произошел легендарный бой Кевина Рэндлмана с Федором Емельяненко. Кевин Рэндлман был удивительным бойцом. Он начал выступать в тяжелой весовой категории при росте 178 сантиметров и весе 95. Это по сути было синонимом самоубийства. Не легче ли было согнать пару килограмм и драться в полутяжах? Но нет, такой вариант был не для американского борца. Он хотел быть в одном ринге с такими монстрами, как Емельяненко, Мирко Крокоп, Рэнди Кутюр. Потому что именно тяжелая весовая категория является самой элитной. Он стал тем человеком, благодаря которому люди начали проявлять интерес к ММА. Потому что он придавал этому виду спорта эффективность. Его школа вольной борьбы помогла ему выступать с более тяжелыми и высокими соперниками. Он отлично пользовался своими короткими рычагами и с блеском демонстрировал физическую силу. Пожалуй, его физике могла противостоять только другая сила. Сила воли, которая помогла Федору одержать победу в их поединке. Но было бы глупо отрицать, что великолепная форма Рэндалмана, в том числе и результат препаратов. 20 июня 2004 Кевин Рэндалман горел желанием отомстить за старшего друга Марка Колмана и размазать по рингу все надежды на чемпионский титул последнего императора в Прайд. Мало кто может сказать, что не видел тот знаменитый бросок, который на первый взгляд мог сломать пополам любого. Но любые не становятся легендами. Это можно назвать как угодно. Прочность, стержень, характер. Именно это качество проявил Федор в поединке с американским борцом. После чудовищного броска он смог не только продолжить поединок, но и обернуть, казалось бы, плачевную позицию на земле в свою пользу. Опьяненный успехом Рэндалман вряд ли мог ожидать, что после чудовищного броска, который ему удался, Федор просто возьмет его за руку и сделает все в лучших традициях учебников по самбо. И на все это Федору понадобилось чуть больше полутора минут, что стало одной из самых быстрых побед в его карьере. Последний император после боя рассказывал, что несколько дней не мог прийти в себя. Болело абсолютно все. Врачи утверждали, что после такого броска ломается шея, человек может остаться инвалидом. Кевин. Опасен. А рядом? Видите, рядом кто идет? Маркоман. Парочка еще та. Идет в борьбу. Захват. Захват. И Федор потерял опору. Сверху Рэндалман. Вот такое начало этого боя. Это здорово. И прогибом. Едва-едва. На голову сейчас Рэндалман не привел Федора. Но действительно, очень рисковый момент был. И победа! Вот это да! Окей, Кевин. Насколько шокирован ты был, когда схватил Федора в свой Рэндалплекс, как мы его называем, впечатал его головой в пол и не убил при этом. Он восстановился. Так ты был шокирован? Нет, бой развивался так быстро. Ты даже не думаешь о таком. Я и не думал о том слэме и не понимал, насколько хорош он был. Знаешь ли. И я не был удивлен. На тренировках мы постоянно это отрабатываем. Я тренируюсь со здоровыми парнями, такими как Марк Колман. Он ловит меня в кимуру и другие захваты. Все время. И каждый раз я проделывал это в зале. Поднимал его в воздух, чтобы освободиться. Ты тренируешься и... Ты терешься именно так, как тренируешься. Кевин, второй вопрос от нашего подписчика. Он спрашивает, по-прежнему ли ты представляешь зал Хаммерхаус, или же ты отправишься в другие залы, чтобы усовершенствовать свою технику? Видимо, люди не... Люди не знают, что я уже переехал из родного города, Коламбус-Огайо. И в одном не сомневайтесь, я всегда буду частью Хаммерхаус. Мы попросту разветвляемся, разделяемся, чтобы узнать новые вещи, но я сейчас переехал в Лас-Вегас, Невада, потому что, когда мне надрали зад недавно, я узнал, что здесь есть Марк Лейман, и здесь отличная джиу-джитсу. Так что я хочу быть там, где я становлюсь лучше. А я становлюсь лучше. Я... Я тренируюсь с Рэнди Кутюром в зале Экстрим Кутюр. И спасибо, что я могу работать там с крутыми парнями. Я тренируюсь в зале Тэп Аут на Винроуд 4040. И там лучшие бойцы в мире. Я думаю, что истинная мека-боев находится в Вегасе, так как туда подтягиваются все. Там и Вандерлей Сильва, и Андерсон Сильва. Есть много парней, и мы тренируемся вместе. Мы друзья. Мы осознаем, что однажды можем сойтись в бою, но мы по-прежнему собираемся по вторникам и четвергам. И это... Это как чемпионские бои. Ты прямо как Ронин. У тебя нет дома, и ты странствуешь по всем этим додзио. Следующий вопрос. Я прочел его, но я не могу задать его. Окей, я задам этот вопрос Кевину. На какое место рейтинга ты бы поставил Баса Рутена? Среди всех, с кем ты дрался. Какой заковыристый вопрос, не так ли? Ну, люди спрашивают. Когда люди спрашивают меня о самых памятных моих поединках, и можете не верить, но мои самые памятные бои отнюдь не победы. Я не многому научился на своих победах. Я учился на своих поражениях. И я бы назвал Эль Вапо. Эх, сука. Эль Вапо и Рэнди Кутюра. Оба этих боя я проиграл. Но зато я полностью выложился в тех боях. Когда я заходил в клетку в обоих тех боях, я проигрывал, но дрался изо всех сил. Да, и должен сказать, что это было очень спорно. Победу можно было отдать любому из нас. Так что я стараюсь придерживаться этого. Да, давай считать так, я согласен. После боя с Фёдором у Кевина началась череда поражений. В августе 2004-го он проигрывает Рону Уатарману. В декабре 2004-го в реванше он проигрывает Кракопу. И в апреле 2005-го проигрывает Казухиру Накамури. В ноябре 2005-го Рэндалман появился в Бушида Европа. Роттердамский грохот. Первое в Европе событие Бушида. И победил Фатиха Хакамиса. Кевин заболел серьезной грибковой инфекцией легких. После этого поединка, которая по незнанию некоторое время присутствовала. Он перенес успешную операцию по удалению инфекции. После выздоровления он должен был сразиться с Фитером Белфортом на мероприятии Strikeforce в Сан-Хосе, Калифорния. 9 июня 2006-го. Но не смог из-за рецидива инфекции. Вместо этого Белфорт сражался и проиграл Алистеру Овериму. Пойдя на гласном урешении судей. Свой последний поединок в Прайд он проводит в октябре 2006-го на Прайд 32 против Маурисио Руо, где проигрывает с Амбмишиным. Рэндлман возвращается 18 мая 2008-го года на турнире Сен-Гоку 2, где выигрывает единогласным решением Рио Кавамуре. Дебют Кевина Strikeforce происходит в июне 2009-го против Майка Уайтхеда, где проигрывает единогласным решением судей. В ноябре 2009-го на турнире Сен-Гоку он встречается со Станиславом Нетковым, где проигрывает раздельным решением судей. В мае 2010-го в Strikeforce он сразился против Роджера Грейси, где проиграл с Амбмишиным. В мае 2011-го он проводит свой последний поединок в карьере против Бага Агаева. Российский дзюдоист с черным поясом побеждает с Амбмишиным. После этого поединка Кевин уходит в отставку. Ты был в Прайде, ты видел все от начала до конца. Что происходило? Как много этих парней действительно сидели на запрещенных препаратах? И как, по-твоему, это влияло на их выступления? Честно сказать, я не думаю. Есть некоторые ребята... Окей, прежде всего, я не знаю, как поступают все остальные. Я только, я только могу говорить за себя. В моей карьере я делал много вещей, много хреновых вещей. Когда я был в Японии, я был попросту сумасшедшим сухиным сыном. И это было не повышение моих возможностей. Все, знаешь, все, что я делал, было направлено скорее на поддержание моей карьеры, а не на улучшение. Я не знаю, как делали остальные ребята, но я... Я не был... Знаешь, я ростом всего чуть больше метра 80. То есть, я ростом метр 80, и когда я вешу 100 килограмм, я выгляжу так, будто я вешу 110. Я был чемпионом UFC в тяжелом весе, при том, что сам весил 90 кг. Я хотел весить 90 кг, проверьте записи. И таким был мой вес тогда. Когда я дрался с Рэнди Кутюром, я весил всего 95, и всегда пытался поднять свой вес. Так было и в Японии, потому что я был тем еще похуистом. И Марк Колман. К слову, Марк Колман тяжеловес. А я всегда хотел драться со средневесами. Я имею в виду с полутяжами, с такими, как Вандерлей Сильва. Но Марк Колман иногда получал серьезные травмы. Однажды он даже получил перелом шеи, и я вышел на замену. И победил. И тогда он сказал, божечки, и с тех пор пытался выставить меня против кого угодно. Так вот, по поводу допинга. Простите, но в каждом спорте есть такое. Такое есть в каждом спорте. Поэтому у нас есть атлетические комиссии. Поэтому у нас есть допинг-тесты. Теперь, не поймите меня неправильно, я люблю Японию. Потому что там я научился тому, как вырасти мужчиной. Я стал гораздо более хорошим человеком для друзей, для семьи. И все благодаря японцам, благодаря тому, как они уважительны, как умно они подходят к своей работе. Что касается меня, я делал подобные вещи. Делал вещи, в которых меня прикрывали врачи. Я никогда не проваливал допинг-тесты, но я всегда сдавал на анализ чужую мочу, потому что принимал херову тучу всякого дерьма. У меня было много травм. Было 16 операций за последние 6 лет моей жизни. И дважды я чуть не умер, так что я постоянно сидел на обезболивающем. Для 40-летних мужчин, знаешь, для них тестостеронозамещающая терапия, это справедливо для них. Мы, мужики, стареем. И с возрастом мы теряем выносливость и энергию, так что ДЗТ помогает нам встряхнуться и делать больше. Гораздо больше. И я не считаю, что это справедливо для всех, потому что если тебе 30 лет, тебе не нужно это дерьмо. Попросту надрывай свою жопу в зале, тебе это не нужно. Знаешь, все эти люди, все эти ребята попросту ленятся. Все знают, кто вы такие. Все знают, кто вы такие. Ленивые чуваки, которые попросту хотят супер возможностей, но если у тебя их нет, ты не должен получать их таким способом. Допинг не должен помогать тебе побить меня. Не должен лишать тебя усталости. Я воин, и я продолжу наступать. Когда ты принимаешь это, ты приходишь в форму. Ну, пардон, но ты не можешь просто... И когда ты смотришь на таких парней, ты сразу говоришь, он сидит на чем-то. Знаешь, тут не надо быть супер ученым, чтобы это понять. Но я не собираюсь грести всех под общую гребенку, потому что меня тоже называют химиком и чуваком на допинге. Люди говорят мне, господи Иисусе, я не верю, что ты тот же самый парень. А я им говорю, да, я не двухметровый, у меня из жопы не летят фаерболы. Это спорт. Это всего лишь спорт. Такой же спорт, как и все другие. И люди пытаются выйти за грань возможностей. И если ты достаточно умен в этом, и вокруг тебя правильные люди, ты можешь делать феноменальные вещи. Но что касается допинга, когда тебе 20, тебе это не нужно. Когда тебе 30, тебе это не нужно. Но когда тебе 40... Я люблю быть реалистом. Я бы хотел увидеть людей, которые скажут, что я не прав. Я говорю это, потому что слишком, слишком много людей вовлечены в обыденные вещи. Раньше всем было на это настрать, а теперь всем есть до этого дело. Все говорят, я хочу то, я хочу это, мы хотим Нью-Йорк. Ты должен целовать людям жопы и таскаться с ними на обеды только потому, что Джон Джонс не может драться в собственном штате. Это не имеет значения для меня. И не нужно далеко ходить, чтобы найти людей, которым тоже это не нравится. Остаются еще все остальные штаты, которые тоже могут это доказать. И они тоже должны быть в деле. К огромному сожалению многих людей, сегодня с нами больше рядом нет такого человека, как Кевин Рэндлман. Болезнь, название которой золотистый стафилокок, сделала свое пагубное дело и просто съела тело спортсмена. Долгие годы внутренние органы бойца потихоньку переставали нормально работать. По большей части это произошло потому, что Кевин принимал много таких препаратов, которые сегодня находятся в списке запрещенных. Но в те времена ни о каком полноценном допинг-контроле и речи быть не могло. Поэтому каждый бойец выживал как мог. По словам самого бойца, он достаточно часто подвергался госпитализации. Поскольку любая ссадина и ушиб, полученные в результате тренировок, позволяли активизироваться инфекция. Эти две дырки в моем боку как бы полые. Доктора вычистили их полностью. Вытащили все дерьмо оттуда. Фактически опустошив целый бок в моем теле. У меня было заражение в плече около двух лет назад. Причем так глубоко расположенная инфекция просто так не проходит. Я травмировал свое тело неоднократно за последние два года. Да вы вспомните, я почти умер трижды из-за отказа работы моих органов. Началось все как крошечный ушиб. Но оно разрослось. А ты знаешь, что может произойти, если в алдыре ушиб начинает расти. Вот и разрослось все под правой подмышкой. Та травма почти меня убила. Но то, что сейчас у меня, это просто безумие. Врачи сказали, что не будь я таким сильным, то был бы уже давно на приеме у патолога-анатома. Мои печень, почки и легкие не работали как надо. Было почти чувство эйфории. Боли не было, но я как будто не чувствовал своего тела. Это очень странное ощущение. Естественно, что бесконечно долго такое положение дел не могло продолжаться. И в итоге 12 февраля 2016 Кевин попал в больницу с пневмонией. Которая спровоцировала сердечную недостаточность. Именно она и послужила причиной смерти прославленного спортсмена. Новость о смерти буквально взорвала бойцовский мир. Многие его бывшие коллеги по цеху высказывали свои соболезнования. И крайне уважительно отзывались о Кевине, как о человеке, искренне сожалея, что он больше не с нами. Даже глава UFC Дана Уайт заявил, что Рэндалман был одним из тех, кто сотворил бои без правил такими, какие они есть сегодня. И может считаться одним из основателей. Рэндалман 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 Ссылочки также в описании.